Газдепартамент США планирует наладить связи между американскими и украинскими СМИ. Журналисты из Соединенных Штатов будут учить своих украинских коллег независимости и борьбе с дезинформацией. Газдавая программа, на которую выделяется 400 тысяч долларов, предполагает поездки сотрудников СМИ в США, в ходе которых они будут знакомиться с местными методами, стилем и культурой работы. В экспертном сообществе отмечают, что с помощью таких грантов в Вашингтоне пытаются создать проамериканский инструмент влияния на Украине, фактически внедряя свою повестку. Американский госдепартамент намерен заняться обучением украинских журналистов и созданием связей между сотрудниками СМИ с Украины и Соединенных Штатов. С содержанием соответствующего гранта, объявленного отделом ПО. В связи с общественностью, ПАС, посольство США в Киеве, ознакомился РТ. Как сообщается в документе, на годовую программу обучения американское внешнеполитическое ведомство готово выделить 400 тысяч долларов. Цель проекта – создание и поддержание долгосрочных отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ сопоставимой величиной между работающими в них людьми. В рамках проекта украинских профессионалов, работающих в печатных, цифровых и вещательных средствах массовой информации, будет возможность взаимодействовать с коллегами из США и участвовать в практической подготовке, организованной американскими партнерами, говорится в документе.В рамках программы американские специалисты будут обучать украинских коллег из печатных СМИ, онлайн-изданий, а также работающих на радио. За год планируется организовать 4 программы обучения сотрудников украинских СМИ. При помощи данного проекта планируется продвигать развитие свободных, независимых и финансово-жизнеспособных украинских СМИ, поскольку независимые СМИ необходимы для дальнейшего демократического развития Украины, утверждается в материале «Точка примечательна», что обучать будут сотрудников только финансово-стабильных медиа Украины. В рамках программы планируется визита украинских журналистов США и американских сотрудников СМИ, на Украину. Во время поездок украинские корреспонденты будут получать консультации, посещать семинары и курсы интенсивной подготовки. Согласно документу, американские СМИ должны передать свой профессиональный опыт журналистам с Украины, укрепляя связи между двумя медиапартнерами. Обмены в обоих направлениях должны быть заточены под специфические нужды украинских партнеров. Визиты украинских участников программы в США должны знакомить их с американской медиаиндустрией, в том числе методами, стилем и культурой работы. Отмечается в документе . Украинские журналисты, кроме всего прочего, будут изучать методы противодействия дезинформации. Программа может охватывать такие темы, как использование интернета в качестве инструмента журналистики, веб-дизайн СМИ, Методы работы, менеджмент, журналистская этика, борьба с дезинформацией, медиаграмотность, взаимодействие между журналистом и редактором, лицензирование и другие правовые вопросы в приложении к СМИ, Говорится в описании гранта . Инструмент влияния. Во время визитов США работникам украинских СМИ будут объяснять важную роль журналистики в открытом и демократическом обществе. Во время визитов американских журналистов на Украину будут обучаться те сотрудники СМИ, которые не поехали в США в рамках программы. Целью визита коллег из США будет повышение профессионального потенциала украинских журналистов. Как предполагают в Газдепе, двусторонние визиты должны укрепить отношения между СМИ Соединенных Штатов и Украины. Примечательно, что при подаче заявки потенциальный подрядчик Госдепартамента, который будет организовывать поездки, должен описать существующую ситуацию со свободой СМИ на Украине.США, развивая такие программы, планирует создать проамериканский инструмент, который будет работать вне зависимости от того, кто будет выбран президентом Украины, считает политолог Александр Асафов. Американцы по различным каналам занимаются, как они это называют, развитием гражданского общества. Самый простой пример – блокада Донбасса. Изначально Порошенко был против нее, но под давлением разных так называемых ветеранов АТО был вынужден поменять позицию на противоположную. Такие гранты образуют достаточно серьезный поток, который американцы используют для контроля над тем самым гражданским обществом, фактически внедряя свою повестку, отметил эксперт. Он также пояснил, что представленный грант – это пробный шар для США. Также по теме упражнения в демократии, Симоньян связала прекращение вещания о РТ в Вашингтоне со статусом ино-агента телеканал РТ с 1 апреля прекратит вещание о Вашингтоне. Об этом сообщает Бламберг. По данным агентства, это связано с тем, что Если программа пройдет успешно, усилия будут увеличены многократно. Порошенко считает, что он контролирует информационное поле, так или иначе запугав или приобретя площадки СМИ. Если подобные программы будут успешны, то его ждут неприятные сюрпризы, может, и во время предстоящей президентской кампании. Эра ситуация показывает, что американцы усиливают контроль не только через манипулирование предполагаемой военной помощью, но и через усиление контроля на так называемом гражданским обществом, подчеркнула САФов. Двойные стандарты и между тем сами Соединенные Штаты неоднократно применяли политику двойных стандартов в сфере свободы и слова, в частности в отношении российских СМИ, работающих в США. Напомним, ранее телеканал РТ Америчи выполнил требования Минюста США и зарегистрировался. В качестве иностранного агента. Как заявила главный редактор РТ Маргарита Симоньян, между уголовным делом и регистрацией канал выбрал последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит? Добавила она. Во связи со статусом телеканала журналистам РТ ограничили возможность освещать работу Конгресса США, лишив их аккредитации. Посол России в США Анатолий Антонов осудил действия Конгресса. По словам дипломата, лишение РТ аккредитации доказывает, что статус ино-агента затрудняет работу СМИ. Лишение РТ аккредитации при Конгрессе США подрывает отношения и принцип свободы и печати, заявил дипломат. Точка как даже иностранными агентами в России признали правительственные информационные агентства США, это вызвало возмущение Госдепартамента. Свобода и самовыражение, в том числе свобода. Слова и прессы, которая иным правительствам может восприниматься как неудобная, все же является всеобщим обязательством в области прав человека, и Россия это обязательство обещала соблюдать, заявила официальный представитель Госдепа Хезерну РТ. Несвобода слова проблемы свободы слова и притеснения журналистов на Украине обострились в последние месяцы. Участились преследования сотрудников СМИ в стране. Одним из наиболее резонансных дел оказалось задержание главы портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, который в настоящее время находится под стражей. Редакция, в которой работал журналист, публиковала критические статьи о работе властей Украины. Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. По данной статье он может провести в тюремном заключении до 15 лет. Точка действия СБЛ в отношении главы РИА Новости Украина раскритиковали в ОБСЕ, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала обсудить этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко. Однако госдепартамент воздержался от прямого осуждения о действии Киева по поводу ареста журналиста. Представитель госдепартамента США Хезер Нуэрт заявила на пресс-брифинге лишь о серьезности действий украинских властей, которые должны проводиться с соблюдением закона. Хезер Нуэрт Мандельнган, а впозже стало известно, что сотрудники СБУ попытались завербовать корреспондент РИА Новости Ирину Высокович, которая прибыла на Украину для освещения судебного процесса над Кириллом Вышинским. Как рассказала сама журналистка, после нескольких часов беседы ее вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках РИА Новости. Российский МИД отреагировал на действия украинских силовиков. Также по теме говорить о правах человека бессмысленно, почему украинские журналисты не освещают дело Кирилла Вышинского украинские журналисты рассказали РТ, почему избегают темы ареста и содержания под стражей главы РИА Новости Украины Кирилла. Этот инцидент – очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическое расправа и политические судилища – таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом, отмечается в сообщении МИД. Также МИД призвал профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с Высокович. Как ранее сообщалось в отчете Национального союза журналистов Украины, опубликованном в начале этого года, за 2017 год на Украине зафиксировано 90 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. На журналистов преимущественно нападают в Киеве и Киевской области. Кроме того, до сих пор не раскрыты громкие убийства журналистов Олеси Бузина и Павла Шеремета. Как отметил Александр Асафов в разговоре с РТ, сейчас на Украине сложная ситуация со свободой слова в журналистской среде, так как есть выражение только одного мнения, которое синхронизировано с позиции официального Киева. Любое другое мнение, будь оно пророссийское или, например, пророссийское, подавляется. Включаются такие инструменты, как блокады редакции радикальными националистами, избиения, запугивания. Свободы слова на Украине нет, не будет ее и при реализации подобных грантов США, резюмировал эксперт. Субтитры создавал DimaTorzok